Ужас в том, что когда эти кортежи проносятся по Большой Членовозной, так я называю улицу Новый Арбат, их завывания, даже не звериные, а механические какие-то инфернальные завывания, слышны за несколько кварталов отсюда. Зачем этот антураж? Зачем этот вой? По селу Курковичи Брянская область ударил беспилотник со стороны Украины, попал по несчастным мирным жителям, которые ехали в микроавтобусе маршрутки, пострадало 4 человека, среди них 14-летняя девочка. И это очень-очень печально, но слава Богу, что все живы, дай Бог, скорейшего выздоровления пострадавшим людям. И губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале заявил, что всем пострадавшим будет выплачена материальная компенсация. В эти дни нам всем необходимо единение, как никогда, потому что на самом деле происходят события чудовищные и мрачные. Издание Нью-Йорк Таймс вторит вчерашним публикациям издание Рейтерс, которое сообщило, что Киев уже получил американские ракеты Атак МС, такие поганые ракеты, которые могут бить там на 190 километров или что-то около того, и теперь они получили около 100 этих ракет. И в ближайшем будущем им могут быть поставлены такие ракеты, но с большим радиусом действия, до 300 километров. Это все погано, погано, и, Господи, необходимо молиться за мир. Что тут скажешь? Желаю ангелов, хранителей, всем добрым людям, которые живут в зоне поражения, всем несчастным нашим добрым людям. Печально, действительно печально, дорогие друзья. Что ж, ну, поговорить я хотел не только об этом, об этой беде, которая доберется до многих из нас, а еще и о других вещах. Слушайте, вечер на большой членовозной громкий, но в этот раз едет тот, кто включил сирены по праву. Скорая медицинская помощь редкий случай, дорогие друзья. Между тем, скоро хлеб из муф поступит на прилавки России. Да-да-да, так и есть. И чем больше я думаю обо всем происходящем, тем более адским, знаете, душком веет на меня. Добрый вечер, уважаемый зритель. С тобой снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий. Какой-нибудь приличный, желательно. Вот. И от всей души прошу вас, уважаемые зрители, поддержать часовню воздвижения Чеснака и Животворящего Креста Господня, расположенную неподалеку от Белого дома, дома правительства РФ, в детском парке. Прекрасная, чудесная, действительно, часовня. И в описании номер телефона Александра Павловича Алексеева, замечательного человека, действительно создателя этой часовни. К номеру телефона привязана карта Сбербанка и средства необходимы для того, чтобы произвести внешний ремонт часовни, которая была воздвигнута в 96-м году в память о бойне 93-го года, когда оно вкусило человеческую кровь, скажем так. Жуткая всё это наша история лет последних, лет новых. И знаете, дорогие друзья, прежде чем я заговорю о хлебе из мух, я бы хотел задать вам вопрос. В чём смысл жизни? В чём смысл жизни? И каждый ответит на этот вопрос по-своему. Каждый на самом деле ответит на этот вопрос по-своему. И вот город Ларинконада в Перу, это самый высокогорный город мира, там высота 5100 метров над уровнем моря. Представьте себе, там хроническая нехватка кислорода, а ещё там нет водопровода, там нет канализации. Люди живут в собственном мусоре и живут там золотодобытчики. И они лезут на гору, добывают золото самыми примитивными способами, и вниз сыпется шлак. Зачем это всё? К чему эти жизни? Знаете, о многом стоит подумать, глядя на происходящее, произвести переоценку ценностей собственных жизней. Что ж, и знаете, на самом деле очень многое зависит от интересов, от интересов внедрённых человечеству. И вот сейчас такая организация биолаборатория совместно с инновационным центром Сколково, всё-таки они это разродились, начали делать хлеб. Вместе, ну там в тесто добавляют личинки мух чёрная львинка из Латинской Америки. Эти мухи, об этом сообщает Сколково. Мух разводят в Архангельской области на предприятии. И знаете, что я вам скажу? Меня поразило, когда они говорят, что вот у этого хлеба он очень полезный будет. И газета «Коммерсант» написала, что вот руководитель биолаборатории, вот у него проблемы с тазобедренными суставами, и вот он начал потреблять эту чёрную львинку, но при этом не рассказала газета, как был ли эффект. Однако советуют всем есть хлеб, и говорят, что у него увеличенный срок хранения. 5-7 суток, если не надрезать буханку. Знаете, так с одной стороны, если вдуматься, ну, как бы, ну, действительно, люди, многие культуры едят насекомых, и никаких трагедий в этом нет. А потом у насекомых много белка. Можно включить подготовленный различными фильмами мейнстрима, и вот теперь будем как человек-паук, а я буду человек-мух. Можно так. Можно подумать о том, что мы то, что мы едим. И каждый из нас немножечко муха. И почему-то я вспоминаю предсказания, ну, какие-то вот странные речи, сделанные на одних из алых парусов мероприятия выпускной в Санкт-Петербурге пару лет тому назад, где Иван Ургант говорил что-то про то, что инопланетяне какие-то будут появляться, и все люди будут меняться, что там имелось в виду. И всплывают в голове всякие нехорошие мысли о генной модификации, но я в это не верю, потому что этого не может быть, и все там исключительно из благих намерений. В общем, на самом деле, штука отдает сатанизмам. Это же хлеб, это основа основ, хлеб всему голова. А теперь хлеб порченный, хлеб с мухами. И это, знаете, на самом деле сатанизм. Потому что у сатаны цель не просто взять там убить человека, а цель этого человека действительно запятнать, запятнать, опорочить, растерзать и так далее. И тому подобную штуку. Такой живописный тортеж. Вы любуйтесь, дорогие друзья. Гордость не наших. Что ж, и раз уж мимо нас промчался гламур, смотрите, как, кстати, тонко придумали. Это, наверное, будет дорогой хлеб для элиты. Элиты типа есть этот полезный хлеб. Кстати, скажу вам, что, в принципе, вот так вот ввоз насекомых с другого континента – это чрезвычайно опасная штука экологически. Недаром, к примеру, в Америку и в Австралию нельзя ввозить целый ряд продуктов, просто питание. Речи даже не идёт о насекомых. Но вот так вот. А тут целая фабрика по производству латиноамериканских мушек. И добавлю, знаете что, я был дико поражён приговором американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который в 2020 году получил 23 года за какие-то там приставания к женщинам и что-то такое. Однако сейчас апелляционный суд Нью-Йорка большинством голосов постановил, что судья, который вёл дело Вайнштейна, допустил ошибку. вот, и так далее, в общем, действовал ли предвзято по отношению к кинопродюсеру, который известен нам по фильмам «Английский пациент», «Влюблённый Шекспир» и «Город грехов» и ряд других талантливых, кстати, работ. Вот, 23 года получил. Знаете, если так посмотреть, на самом деле, вот обвиняют РФ диктатура, репрессии, всё такое, пятое-десятое, ну вот, до вот этих адских событий. Ну вот, на самом деле, а сколько там таких жутких, совершенно необъяснимых приговоров. На кого-то посмотрел, не так сказал, не то слово, и вот, детей отбирают, какие-то приговоры совершенно адские. Нет, у России действительно должен быть свой путь, путь взвешенный и добрый. Что ж, я очень надеюсь, что Харви Вайнштейна выпустят и дадут человеку жить дальше вот такие дела. И вообще не судите, и не судимы будете. Живите счастливо, улыбайтесь и молитесь. Я могу лишь констатировать, что дела адские происходят, действительно происходят, но я хлеб с насекомыми не буду есть. Ни когда он, как деликатес, стоит по полторы тысячи рублей за буханку, или сколько там он стоит, или будет стоить. Ни когда он войдет в ширпотреб. Это что ж такое, почему у нас коровушек не разводят в больших количествах, а вместо них каких-то мушек, блин. Прости меня, грешного господи. Что ж, доброго вечера, улыбок на ваших прекрасных лицах и хорошего настроения. Друзья, обязательно загляните в описание, там ссылки на два телеграм-канала и второй ютуб-канал. Подпишитесь, пожалуйста, пожелуйся там. Хорошего вечера. И давайте молиться о мире. О мире, о том, чтобы образумились те, кто дергает за ниточки и перестали лить человеческую кровь. Простые люди ни в чем не виноваты.